Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги! С вами Мортид, и мы продолжаем проходить зомби. Как вы помните из прошлой части, нагиб случается. И помимо этого, я сейчас хочу попробовать модифицировать. У нас тут что-то можно. Ага. Так, very good. Хорошо, согласен. Калаш и прочее пока мы не будем. Я не знаю, может быть, а двухсловку я уже подходил, попробовал, модифицировал. Что еще модифицировать? Вообще можно, по идее, арбалет модифицировать. Вот. Арбалет очень хорошая пушка, почти наверняка он нам понадобится. В остальном, в общем-то, какие-то другие вещи, там, пистолет, пулемет и еще что-то. Я не буду модифицировать по той простой причине, друзья, что мы, ну, не знаем с вами, как оно будет дальше, да? Какое оружие реально будет ходовым. Пистолет, я думаю, он достаточно долго будет ходовым. Он будет достаточно долго практичным. Нам достаточно точный хороший пистолет не помешает. Так, давайте приступать к делу. Для начала нам надо забрать вещи выжившего. Почему-то я, мы в прошлый раз забрали, но как-то посчиталось, что вроде не все мы забрали. Я не знаю почему, хотя мы вроде весь рюкзак у него сперли и все остальное. И даже бита для крикета у нас есть. А нет, бита для крикета нам новую дали, да? Но почему-то вот не все засчиталось, как я понял. Не знаю почему. Вот. Если не хочешь кончить, как тот бедолага, что заверил сюда последним. Это был я. Пусть осторожнее и забери тот мор. Нельзя же просто так отказываться от припасов. Да, я с тобой полностью согласен, дружище. Блин, нам опять придется идти этим дебильным путем, да? Бэконфилд, ничего нет, рынок на Брейк Лейн. То есть, спирт с грин хреново, блин, хреново. Мы где находимся? Мы находимся здесь, да, как я понял? Ага. А нам надо сюда. То есть, слышь, ты что хочешь сказать? Мне сейчас придется опять через жопу уйти. Да? Не, ну получается так. А ведь некоторые зомбаки остались живы. Да, 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 друзья. Некоторые из этих тварей остались живы. И нам придется сейчас столкнуться с ними. Опять к лицам к лицу. Но зато мы отомстим им за нашу нагиб. Отомстим им, убьем их всех, подло. Идите сюда, сушки, я вас не боюсь. О, тут никого нету, да? Ну, даже как хорошо. У меня вопрос, почему вы тогда не ушли, блин? Почему вы не отстали от меня? Не знаю, я, может, где-то затупил. Надо было как-то забарикатироваться, если это было вообще возможно. Но я тогда, не получилось у меня. В общем, да, меня нагнули. Да и фиг с ним. Зато, смотрите, какая у нас девочка блондинка такая. Прямо, ух. Пупусечка классненькая. Мне нравится. Это совсем другое дело. Ты что там делаешь? Да? Правда, что ли? Ну ладно. Чем-то они там непонятно занимаются. Бочка восстановилась. Это хорошо. Это очень и очень даже хорошо, что бочка восстановилась. Так. Молодой человек тупит. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Э, слышь? Слышь ты, стрелу верни. Стрелу верни моё. Да, стрелу можно, оказывается, вернуть. Я был прав. Совершенно прав. Именно так. Всё очень даже хорошо. Граната лежит. Зомбак. Тут никого. Этот почему-то нервничает. Толстик. Пончик, тебе зачем кушать? У тебя жировой массы очень много. Ты можешь и без этого протянуть достаточно длительное время. Вот. Видите, человека голод убил. Он хотел покушать. И в итоге, в итоге, это была плохая идея. Какая-то девушка здесь ходит. Так. У меня есть граната. Граната очень важная. Я считаю, это очень и очень даже хорошо. Так, девушка. Нагиб случается. Смотри, какая нехорошая. А что-то вот эта девчонка наша, она как-то даже покрепче парня. Она прям так нагибает. Спортсменка, наверное. Молодец, молодец. Мне реально нравишься ты такая прямо. И секси, и вообще, во всех отношениях. Молодчинка, молодчинка. Вот эту тоже. Вот так вот. Девчонки дерутся. Такое случается иногда. Кстати, у нее такая же юбка, как у меня. Блин. Э, слышь, ты что мою юбку надела, а? Под меня косишь? Так. Общественные ясли. Я так и не понял одной вещи. Что мне здесь надо делать? Потому что, смотрите, мне надо забрать вещи, обменять лекарства на топливо. Да, я согласен, надо обменять лекарства на топливо, это мы все знаем. Но, друзья, вы же помните, что нам, по-моему, в другую область совершенно. Нам не сюда. Не здесь же ясли были. Тот, фу, блин, ясли этот барыга, который хотел, говорит, принеси мне антибиотики, а я тебе, типа, топливо дам. Он же не здесь, нифига. Ну-ка, вот тут. То есть, у меня не было шанса особо спастись, да? Кроме как где-то тут нагнуть их тогда. Ну, блин, ну, такая ситуация сложилась, я все никак не могу смириться, что меня один раз нагнули. Может быть, не последний, вообще, я далеко не последний. Но. Бэкон Филдс. Убежище. Тауэр. Э, не-не, слышишь, жилой район. Брэклэйн. Да не надо, подожди. Где этот хрен обитает? Который... Лекарства на топливо. Убежище живой. Э, э, автозаправка на Брэклэйн. Брэклэйн. Все правильно. Э, э, бэкон Филдс какой-то. Э, э, Брэклэйн. Вот. Рынок на Брэклэйн. Э, э, а нам не рынок. Э, 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 спритайл Филдс. Э, 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 Брэклэйн. 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 Да не надо, подожди. Э, э, жилой район Брэклэйн. Короче, нам сюда. Правильно? Мы как-то через улицу, помните, шли? Как-то прошли, блин, я что-то забывать начинаю. Как мы прошли-то тогда? Ну, какой-то путь есть, в общем. Я пока из чайничка налью себе чаю. Да. Мы разберемся, ребята. Разберемся по-любому. Рокутагин всех накажет. Тех, кто нас нагнул тогда, мы уже наказали. Причем не по-детски. Вы видели, да? То есть мы... На тебе, падла. Держи. Получай, по самое не балуйся. Аааа. Брегут. Обменять лекарства на топливо. Ммм. Я согласен. Я полностью, полностью согласен. Эээ. За исключением маленького момента. Я не помню, в какую сторону идти. То есть я помню, что надо идти, но не помню, в какую сторону. Где у нас карта нафиг? Ничего не указано как-то. Блин, ей-богу, прямо вот придумали живая, ребят. Проблемы мне лишние. Так, это не то явно. Какой-то молодой человек или девушка там что-то хочет. Я не знаю, правда, что. Вот, нам сюда. Правильно? Рынок Брик Лейн. Так, все спокойно. О, нет, ты смотри. Ты как-то забрался. Это Констайбль, что ли? Или военный какой-то? Ладно, не важно. Ой, ты слышишь, что-то у вас много. По-моему, в прошлый раз меньше было. Или нет? Давай-ка просканируем ситуацию. Посмотрим, что к чему. В дипломатии ничего нет. Но! Ну, давай живее. Все ты такой... Да, 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 именно так. Именно это я тебе и хотел сказать. Так. Эй, привет! Тихо. Да, это Констайбль, но почему-то без шлема. Ты где свой шлем потерял? Эй, офицер. Или может кто-то там сержант, не знаю. Вот. Зато сок мне подарил. Молодец, красавчик. Сок мне не помешает. Так. Здесь никак, да? То есть... Слоны какие-то бьются. Все ясно. Мобильник. Ничего интересного абсолютно. Это, наверное, его хоромы были. Ну, не богато, конечно, жил господин полисмен, но... Наверное, честно, взятки не брал. Вот. Был бы гаишником, было бы у него хоромы те еще. О, богато бы жил. Так. Нет, тоже ничего нет. Тоже пусто абсолютно. Ну, кстати, гаишники в основном тоже не особо-то богато живут. Вот так, прихня все. Вот. Но есть кто богато. Подождите секундочку. Хочу еще на нее посмотреть. Блин, нельзя уже. У нее такая прямо она молодец, наша героиня. Хорошая, хорошая девочка. Ну, вообще, я не люблю бабу в скинах играть. Лучше бы мне мужика дали. А девушку назначили нашей компаньоншей. И мы бы с ней потихоньку налаживали какой-то контакт. И все было бы очень даже хорошо, да. Так. Тихо. Какой-то звук только, чтобы у нее это... Радар, что ли, сработал. Ну, вроде никого нет. О. Слышь. Ты как туда залез? Вообще нормально. От кого-то прятался? Я не знаю, кому тут от зомбакам прятаться. А, я сразу знал. Тихо. Молчать. Ты что права качаешь, слышь? Вот там и надо было находиться, понял? Господин полицейский. У нее написано полицейский. Кстати, по-моему, у него-то как раз униформа гаишника была. Да, мне кажется, что именно так оно и бывает. Надо сразу всех перебить. Это опять какой-нибудь панк будет безумный, который будет... Неформал будет воскрешать мертвых и так далее и тому подобное. А мне это вот нафиг не нужно. Вообще вот даже вот, чтобы близко такого не было. Не хочу я ничего об этом знать и их видеть. Меня такие существа раздражают. Меня не раздражают обычные зомби. То есть с ними вполне можно как-то контакт наладить. Полный контакт. Сбитый. Это с большим удовольствием. А вот полисмены, констебли, которые нафиг вообще непробиваемые. Эти чуваки и бывшие алкаши, которые плюются свои блевоты. Это кислотные далеко. Потом вот эти, которые воскрешают. Единственное, вот еще есть, которые светятся, да? Красным вот этим. Это как вот наш выживший светился. Я не знаю, это какие-то выжившие старые, типа, или что. Ну вот. Они почему-то это... Они ничего особенного вроде не делают. Я не знаю, в чем прикол там. В чем это? Суть-то вся. Куда-то я зашел. Или я-то обратно зашел. Что-то я, по-моему, заступил. По-моему, я обратно пошел. Да, я обратно пошел один туда. Тихо. Так, давай. Сгружайся, я пока покурю. Ребята. Есть у меня теория на этот счет. Насчет того, что сейчас вообще происходит. И я вам скажу честно, теория не самая такая, прямо скажем, миролюбивая по отношению к нам. Мы идем менять антибиотики на топливо. Правильно? Все правильно. Но, но, при всем при этом, не стоит забывать, друзья, что тот человек, который предложил нам обмен, он, скажем так, нормальным не выглядел. Да и как-то вообще какая-то там обстановка была такая странная, такая, прямо, знаете, не понравилась она мне чем-то. Чем-то, как говорится, мне этот гусь не понравился, как в одном фильме было. Так, мины у нас снова появились, это радует. Мины нам не помешают, я считаю, абсолютно. Я вижу их по радару, так что я смогу спокойно, спокойно так пройти и никому не помешать. А если за мной будут гнаться, то вот на этот раз-то уже да, уже так просто не получится. Не получится. Тихо. Че за звук? Почему такой звук? Ты это? Не надо так. Какой-то звук странный, но... Не знаю, я не уверен как-то, что-то меня это даже прям немножко на очко присадило-то. Че случилось-то, а? Тихо. Что-то тут не так, ребятишки. Что-то не так. Я прям нутром чую, что что-то не так. Слышу. Помогу. Где ты? А. Да, конечно, помогу. Да, конечно, помогу. В жопу у вас главное пистолеты взять, конечно, помогу. Девушка, вокруг церкви неспокойно. Я удивлюсь, если там хоть стеклышко целое осталось. Посмотрим. Не говоря о замыканной куче пушек и еды. Э, слышь, угомонись. Спок будь. Не понял. Нормально. Я же говорил, что что-то не так. Так. Это... Но не забудь забрать топливо. Оно по праву твое. Насколько я знаю, Викрома, он держит бензин в безопасном месте. Пройди его систему безопасности. Ну-ну-ну. Пройди его. Слышь, такое интересное. Пройди систему безопасности. Я не знаю его систему безопасности. Так. Что вообще произошло? Я не понял. Мальчик. Вот этот папа. А где их мама, которую они хотели излечить? Где-то наверху. А, вы поняли, да? Тут все забаррикадировано. Блин. Я не совсем понял, как оно произошло именно. Ну, в общем, да. Они заразились и погибли нафиг. Блин, жалко. Такая жопа. Так. Ладно, хрен с ним. Все равно мне он не нравился. Так. Теперь другой вопрос. Улучшение планшет. Доберитесь до топлива по помощи сканер-скан-хакера. Хорошо, скан-хакер. Так, скан-хакер я не против. Что, сканировать будем? Ничего не будем сканировать. Похоже, нам на выход, что ли? Или как это понять? Здесь я пройти не могу. Наверное, на выход. Или, может быть... Может быть... Нет, ничего. Так, девочка моя. Нам еще... Надо помочь каким-то ребятам на... Каком-то Бейкер-стрит или как они там... А, во-во-во, все понял. Все понял. Блин, классная штука. Нормальный я модуль дошел. Нормальный. Согласен. Так, топливо есть? Опа-ке. Лучше дробовика, пожалуй, только помповый дробовик. Правильно. Лучше дробовика, только помповый. Они наверняка попытаются свалить все на иммигрантов, но не верь. Чума разит всех без разбора. Сюжики всегда отвлекали внимание от идиотов, уничтожающих страну за спинами обычных людей. Эй, давай ты не будешь мне мораль тут читать, там, кто виноват, что делать, кого нагнуть. Я без тебя разберусь. За спинами обычных людей. Я тебе скажу так, дружище. Ты, что бы там ни говорил, а я нашел помповый дробовик, и мне будет сопутствовать удача тебе по-любому. И, как я понял, патроны от того дробовика, они годятся для этого. Кстати, тот дробовик как-то можно это разрядить, что ли, не знаю. А, у нас с собой его нет. Я не взял с собой помповый дробовик, да? Карабин есть. И все будет хорошо, в общем. Да, ребятки, все будет хорошо. Что-то я заговорился. Это не столь важно сейчас, на самом деле. Самое главное сейчас, это открыть вот этот чекпоинт, скажем так, да. Место... Ничего, только девчонка, да, такая прям мордашка такая, узенькая такая, прям такая. Нормальная, нормальная девчонка, мне нравится. Бэконфилдс, убежище. И нам надо спасти девчонок у какой-то церкви. А где находятся эти девчонки? Спрингфилд Грин. Так, давайте-ка мы, ребятки, с вами посмотрим, что у нас по-по достать, спасти девочку. Добраться до собора святого Георгия. Живой говорит, что нет смысла спасать девчонку из церкви. Но кем же я буду, если даже не попытаюсь помочь человеку? Я согласен, но... Собор святого Георгия, где же он находится? Вот в чем вопрос. Я пока не могу понять, где находится собор святого Георгия. Может она говорила, но я пропустил это, упустил из виду. Но это сейчас не суть, надо по-любому набраться до убежища. Это, я думаю, очень грамотное решение. Доберемся до убежища. Заправим генератор, сохранимся. Получим, возможно, новое задание от выжившего. Но, тем не менее, пойдем попытаемся спасти девчонку. Я думаю, это будет неплохо. И к тому же она говорила, что там про пистолеты, боеприпасы и так далее. Еда, вся фигня, короче. Все будет очень даже хорошо, ребятишки. Так, давай-ка перелезем. Здесь вроде никого, никого. Тут никого не должно быть, это же убежище. Так, вот, вот, вот. Я надеюсь, не придется сто раз еще бегать до... Снова бензин искать. Не хочу я этим заниматься. Так. Рюкзак, рюкзак. Это уберем. Даже не знаю, честно говоря, что убирать. Давай вот карабин пока уберем, потому что есть дробовик, есть патроны к нему, некоторое количество. Есть достаточно много патронов для пистолета, есть доски, чтобы в случае чего прикрыть свою жопу или задницу, кому как угодно. Да, там, кто как хочет называть. Так, вот это я согласен, это я, это я буду использовать. Использовать, да. Так, я использовал, к сожалению, так, ну не к сожалению, к сожалению, кончилось, я хотел сказать. Да. Увеличенный магазин, дальность нет, еще чего-то нет. Все, замечательно. Дробовик у нас теперь улучшенный, реально. Вот так вот, да, где-то, сколько там получается? Четыре, итого пять, по-моему, да, пять патронов в магазине. Это хорошо, это очень даже хорошо. Вот так вот, да. Как в одной песенке поется, я тихонько передернул свой затвор и в его лицо я выстрелил в упор. Так, рынок Брейк, Тауэр, жилой район Брейк, так, это понятно. Подземелье, Буткингеймский, дворец, мемориал Виктории, цели, люк, открытие, ресурсы, это труп, да, того, флаг укрытия. Ребята, 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 ребята. Бэкон Филдс. Церковь. Где же может быть церковь? Давайте еще раз посмотрим быстренько. Спасти девочку. Я же буду, если не попытаюсь спасти. Доставить доктору всем писем. Не совсем понятно. Ладно, у нас тут какие-то дела еще есть, правильно? Куда-то надо пройти, как я понял. Ну, и что дальше? Куда-то есть указатель, я не понял, правда, куда и зачем точно. Так. Или нет? Ну-ну-ну-ну-ну. Я пролез. Дальше что? Дальше совершенно непонятно, зачем я сюда пришел. Мне вот непонятно, зачем я пришел, потому что надо спасти девочку с одной стороны и достать доктору семь писем с другой стороны. То есть замечательно. Все прекрасно, но есть какой-то указатель, может быть, как-то он все-таки сможет нам указать, намекнуть, мы сможем понять. Есть какой-то указатель, наверное, недалеко где-то от убежища находится эта церковь. Конечно, выживший предупредил нас о том, что все не так просто. Так, подожди. Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Так. Да? Замечательно. У церкви, как сказал, выживший весьма неспокойно. Если весьма неспокойно, то я чувствую быть беде, нас могут нагнуть запросто. Поэтому, как бы нам действовать, давайте подумаем. Для начала, первонаперво, по-любому. Сука, я же сохраниться забыл. Ладно, ничего страшного. Если что, новую девочку получим или еще кого-нибудь. Так, первонаперво нам надо пожрать, правильно? Хоть что-то, да, вот так. У нас нет нифига аптечек, это очень хреново, я считаю, это очень и очень нехорошо. С другой стороны, у нас достаточно много патронов для пистолета. Достаточно много... В общем, всего у нас, по идее, хватает. Подожди. Блин, а, арбалет я взял, все нормально. Арбалет я взял, все хорошо. Если что, его тоже будем использовать по надобности. Но очень аккуратно, конечно же. Так, двигаемся дальше. Пока тут вроде ничего, достаточно спокойно. А это, случайно, не то самое место, откуда я пришел. Помните, в начале игры я бежал сюда, за прошлого выжившего. И, в общем-то, меня чуть не сожрали в самом начале. Но все-таки я спасся, все получилось. Двигаемся мы, двигаемся. И, судя по всему, придется идти туда, от чего мы и бежали. То есть, двигаться навстречу своему страху. Ну, выбора нет особенного, что делать теперь. Так. Давай аккуратно продвигаться. Потому что, чует... Чует, так сказать. Это все зомби, да вы шутите? Блин, нафиг я с ней связался, с этой девчонкой, а? Я уже жалеть начинаю. Так, ну, с другой стороны, не надо паниковать. Не надо паниковать, все нормально. Мы займем позицию где-нибудь вот здесь. Констебли нет, крутых нет. А, этих мы... О, косички прикольные. Ты что, пионер-вожатая, что ли, или что? А, все, уже нет косичек у тебя. Эй, у тебя тоже нету. Эй, у тебя... Что ты? Ты смотри какая, а? Так, вируцит у меня есть. Все нормально, здесь пусто. Я предлагаю сразу спуститься. Всяк, на всякие пожарные. Да. Вот так я и думал. Вот поэтому я и решил спуститься. Потому что, кто знает, вдруг нам придется спасаться бегством. Как частенько здесь бывает. И я не хочу, чтобы, когда я бежал, кто-то мне палки в колеса вставлял в виде этих зомби. Что за звук? А, тут мина где-то стоит. Нормальный ход? Согласен. А как ее обезвредить? Классно, да, я придумал. Просто взял, толкнул ее, типа, отойди. И все, короче. Она упала, так еще у нее голова прямо рядом с миной. И миной я ей хоть что-то поставил. Тут же... Гаишница. Видите, у нее полис написано, а сама она... Гаишница. Ну, как тебе сказать? Гаишница. Нет, нет такого слова гаишница. Как и нет словами, там, полицейская, милиционерка. Короче, она, да. Она гаишник. Гаишник, сука. Иди туда. Плавай. Интересное явление, да? Люди, многие, достаточно позитивно относятся к сотрудникам полиции. Но полиции, милиции, всех, да? Но не любят гаишников. Самое интересное, что даже другие полицейские, милиционеры не любят гаишников. Гаишников никто не любит. Да? Есть такое? Ааа, так устроена жизнь. Так. Но это все не важно. Важно сейчас сосредоточиться. Нигде не затупить, чтоб меня не порвали. Пончика сразу нагнуть. И посмотреть, что у нас здесь есть. А здесь нихрена нет. Где-то очень рядом звук. Но мой радар почему-то не засекает. Включим фиг с ним. Так, вот молодой человек, я вижу, лежит. Отдыхает так себе неспешно. И за это он поплатился. Он был слишком беспечен. Так, тебя сразу. Тебя тоже. Так. Все. Все. Мне не нужны всякие сюрпризы в виде восстающих зомби. Вот этой всей фигни. Это как-то, ну, очень ожидаемо. Но при этом весьма и весьма проблематично. Доставляет массу хлопот. Тихо. Так, пусто. И, собственно говоря, ничего у вас тут нет, да? Ага, сведор святого Георгия. Уже рядом? Уже очень и очень рядом. Я надеюсь, что в соборе... Блин, а он правильно ведь сказал с одной стороны этот чувак, да? Выживший. Он сказал, это похоже на ловушку. Да, это похоже на ловушку, но вместе с тем ловушка пока не очень страшная. Ничего такого сверхопасного я не вижу. Констебль, он, как известно, нагибается. Констебль, тихо, 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 тихо. Даже не думаю об этом. Тут все нормально. Констебль сейчас умрет. Констебль, тихо. Ты нарушаешь права мирных граждан. Вот так, получи. Констеблю хана наступила. Посмотрим, что у нас тут имеется. У нас ничего не имеется, они пустые эти зомби абсолютно. Какие-то бомжи местные зомби. Может, правда бомжами были. Даже констебль какой-то бомжеватый. Ничего у него нет с собой, ничего полезного, ничего пригодного для нас. Тихо. Крысы бегут, я вижу, но крысы для нас не страшны. Подумаешь, крысы? Так. Похоже, я знаю, что нас ждет впереди. И на всякий случай я вот так сделаю. Бума. Да. Кто-то долбится. Ну, это вы зря, ребят. Это вы зря. Out of order. Не работает. Типа такого что-то? Или что-то? Подожди, подожди. Тихо, тихо. Рыжая девчонка. Какая крепкая эта девчонка, а. Прямо я не знаю. Без пол-литра не разобраться. Так, что мы тут имеем? Тут мы ничего не имеем. Внимательно смотрим все. Вот это интересно. А, повышение скорострельности. Ну, не знаю. Нужна ли нам повышенная скорострельность на дробовике? Для пистолета еще можно подумать. Для автоматического оружия, вне всяких сомнений. Так. Отдыхай, парень. Гранатка. Гранатка. Очень и очень нужна. Слышите этот звук? Этот звук может означать, по сути, только одно. В данном случае. А, нет. Нет, я ошибся. Он означает. Я вначале подумал. Слышь, ты? Блин, он меня испугал. Такой сидит, смотрит на меня в углу. Еще жесть. Я вначале подумал, что это очередной призрак. Знаете, тут такие есть, да? Призвуки. Но это был не призрак нифига. Это была именно вот эта станция, которая создает помехи. Я не знаю, как она называется. Какая-то армейская штука. Наверное, кто служил в войсках связи, сможет подсказать, как эта фигня называется. Короче, да. Создает помехи, чтобы не работала связь, средства связи, там, видеорегистрации и так далее. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Вот, 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 давай, 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 давай. Вот так. Блин, система одинаковая практически во всех играх, вот это открывание. Тихо. Что за звуки? Откуда не могу... А, вон оно что-то ты. Ты еще не выполз просто. Тихо, отойди. Не надо мешать. Вот так. И вот так. Все. Как всегда, она куда-то телепортировалась. О, патрончики. Блин, жалко, что всего по одному патрону. Действительно, все-таки игра, именно такой хоррор выживания, потому что найти здесь массу патронов, прям так, чтобы горстями лежали, как в шутере, практически нереально. Вот. Но это нам не сильно мешает на данный момент. Вот. Плохо только, знаете, что? Вот. Ага, пусто, пусто. Ни хрена нет. Мы можем это открыть? Нет, нужен код. Помните, да, друзья, код? Коды у нас, как всегда, где-то будут располагаться всякие намеки. Будет найти девочку. Да, это я знаю, что надо девочку найти. Давай ты не будешь мне лишний раз об этом напоминать. Это слишком грустно все. Так, мы обновили карту, да? Мы обновили карту. Карту мы обновили. Тавтология никогда не помешает. Так, вещи, доски. Доски нам нафиг не нужны. Где-то должны быть ответы на наши вопросы. Где-то рядом должны быть ответы. Так, открываем. Что у нас здесь? Здесь ничего нет. Вы видите что-нибудь? Вот, 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 вот. Вот это интересно уже. Тихо. Так, вроде спокойно. Относительно. Надписи есть, но я не могу их прочитать почему-то моим сканером. Я не могу прочитать надписи. Что за фигня? Можете понять, ребят? Мы же должны код найти очередной. Так, убрать преграду. Вроде тихо, да? Давайте еще раз пробежимся по комнате. Ну, может помочь нам действительно. Вдруг там что-нибудь очень полезное прям лежит. Очень-очень прямо. Очень-очень-очень-очень-очень-очень. Опа! А вот это что? Вот это интересно. Эта стрелочка мне нравится. Так. Ага! Смотрите как успешно. Нифига я заметил, да? Вот это я молодец. Вот это я красавчик. Так. О! Вы поняли, что мы нашли? Мы нашли точку. Точку этого. Канализацию к убежищу, короче. Проход. Чекпоинт, так сказать. Это очень важно, я считаю. Это очень важно. Это очень прямо успешно в данном случае. Потому что сохраниться... Ну, сохраниться не знаю. Сейчас стоит, не стоит. Тихо, 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 тихо. Так. Сохраниться. Да не, не будем сохраняться. Чего помрем, так помрем. Фиг бы с ним. Это не важно. Сохраниться мы всегда... Успеем. Тихо, 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 спокойно, да? То есть, все нормально. Давайте пробираться дальше. Не забывать, что там нас девчонки ждут, которых надо спасти. Это с одной стороны. А с другой стороны... Нам же что, ребятишки? Нам же надо... Нам же надо попасть в ту комнату. Или не надо? Вот в чем вопрос. То есть, есть комната с кодовым замком. Мы не знаем кода пока что. Совершенно. Совершенно не знаем кода. А вот это интересно. Это очень интересно. Тихо. Так. Не надо. Пошел отсюда. Так. Хм. Надо бы подумать над этим. Фига, ты еще и лазить умеешь, да? Молодец, пошел. Все. Отдыхай. Так. Надо аккуратным быть. По-любому. Очень и очень аккуратным. Наверняка будет за мной карабкаться. Интересно, хорошо они ползают? Для нее не очень. Тупые очень, поэтому. Так. Давай, 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 давай. Вот так вот. Так. Все нормально, ребят. Все нормально. Оказывается, можно просто их и в некоторых местах толкнуть. Они слетают вниз, да и все. И никаких проблем не предвидится в последующем. Можно очень легко от них избавляться. Так вот, девочка, да? Патроны какие-то нашел. То есть, вопрос, который меня очень сильно волнует. Какого хрена я сюда шел? Он все еще без ответа. Ну, в моем случае это так. Во всяком случае. Я не понимаю, зачем я сюда шел. Что это за секретка такая, которую я открыл? Или не секретка ли это вообще может быть, да? Но. Помнишь, в прошлый раз, красавчик? Такого же, как ты, я не убил. Вот. И опять не убил. Не, ну слушай, ну ты вообще наглый. Вы что, бессмертные, что ли? Или что? Девчонка, не надо стонать. Успокойся. Блин, куда-то убежал. А что мне, как мне теперь вообще отсюда выбираться-то? Может, тут ответы есть на мои вопросы? Ни хрена тут зомбаков-то. И что вы мне пригладите? Нафиг я сюда вообще пришел? Кода нет здесь. Так, патроны для пистолета. Патроны. Вот это хорошо. Вот это вообще замечательно. Это надо обязательно использовать. Надо пройти, ребятки. Надо обязательно туда пройти и посмотреть, что там у нас. Как вообще это все будет реализовано в плане взять. Так, крыска. Ну, крыска-то нам не мешает. Я абсолютно не против крыс в данном моменте, в данном случае. Так. Опаньки, тихо. Опаньки. Тихо, молодые люди. Пошел отсюда. О! Ты попал, ты попал, капитально. Так, вроде никого, да? Мы тебя тут тихонечко прикончим, пока тут никого нет. И надо бы подумать, взять ли вон то, и стоит ли туда добираться. Может и не стоит, может ну его нафиг, блин, слишком рискованно. Больше риску, блин, нежели пользы будет. Давайте мы просто уйдем отсюда, да и все. Нафиг нам надо, да? Что там? Ну, две коробки с патронами. Блин, ну тут вообще жопа. А мы случайно не на том месте вообще? Вот какая-то эта мумия лежит. Может это уже собор начался? Может мы прям под собором? Да, ребят, да мы прям под собором, по-моему, находимся-то. Фига я потихоньку как прошел сюда-то незаметно. Сам для себя и не за... Подожди. Или нет? Или давай лучше лезь, да? Я хотел там ящик рядом проверить, но не стал. Тихо, что такое? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ах ты сука. Все-таки да, это был нагиб. Да нет, не желаю. Ну что ты делаешь, слышь? Ты беспредельщик, что ли? Сам ты чмо. Блин. Э, слышь, Борис. Почему у тебя, Борис? Иди сюда. Слышишь? А где он? Где, я не понял. А-а-а. Вы хотите поиграть в такую игру? Хорошо. Я доберусь, поверьте мне. Я не просто доберусь. А-а-а. Я еще и потом вас поимею. По полной, по полной поимею. Я уже понял, что надо делать, в общем-то. Примерно так. В общих чертах. Но, но не полностью. Так. Сейчас мы это все сдвинем и устроим большой бум. Да начнутся игры! Да ты такой интересный. У тебя что, колизей здесь? Игры у него начнутся? Пошли в жопу. Дети вообще, констебли, меня бесят. Слышь, констебли? Идите нафиг от меня. Да, ебашка, не путем мы. Это ж не живая, это сила! Ее там заварить! Короче, вот тебе чумовая ухва! Познакомься с нашей зарыкчатой нелетью! Эд, слышь, ты хрен моржовый. Я не понял. Ты что, мне будешь бесконечно убивать так, что ли? Я так не смогу так всех перебить. Это понятное дело. Так не честно. Ты вообще читер, короче. Ребята, они читеры, отвечают. Вообще не было такого флана? Эй, слышь, беспредел! А тебе без зла, только все. Не, ну этот парень чернокожий должен быть покрепче. Покрепче должен быть. Да начнутся игры! Нет, так вопрос в другом. Как эти игры выиграть, я не могу понять. Ну, вы можете мне по-русски сказать, как вообще? Как их выиграть, эти игры? Что это за игры такие хреновые? Ну, иди сюда, иди сюда. Вот. Эти уже не авторитеты, я понял. Все замечательно. Все, это тоже не авторитет уже. Замечательно, я согласен. Я знаю, взрывчатая нелеть и так далее. Это все хорошо, конечно. Это вы молодцы. Но давайте как-то более так это... Позитивно, что ли. Давайте хоть поговорим. Может, договоримся? Эд, слышь, я не понял, чувак. А где все мои вещи? Что, все, что ли? Нет, 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 я не говорил. Уходи из цирка. Хрен там. Минутку, минутку. А вот и они. Нахрен я этой девочке стал помогать. Я убью эту девочку. Убью эту девочку. Я найду... Убью эту девочку, сука. Состроим хорошую мину. Я тебе такую мину покажу. Вот я настоящую мину подложу по твою жопу и взорву ее нахрен. Вот это будет мина. А это будет настоящая мина. Вот это мина! Да. Позавчера, кажется, не... Уже только у нас дела. Ладно, давай-ка подстанем жару нашему пайчула. Пошел отсюда. Слышь! Этот... Обама, как тебя зовут? За которого я играю. А как нам теперь отсюда выбраться-то? Да, обама, ну не надо! Да, сука, мне так задавят, блин! Если так пойдет, я выжил в одиночестве. Слышь, я не знаю, сколько ты там будешь жить в одиночестве. Ты задолбал, чувак. Ты куда мне? Кую жопу меня привели? Заткнись, сука, я тебя убью! Я тебя вообще, короче, я тебе просто почки отобью так, что ты будешь визжать, как сучка. Я тебя буду еще потом обоссу тебя. Давай, поднимай эту хрень. Не беси меня. Да, да, да. Слышь, ты, башка, давай, открывай эту всю хрень. Этих ублюдков, выпускай своих. Ну, 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 ну. Нихрена себе, блин, меня это бомбануло-то. Нехило так. Ты у меня раб с силой будешь, я тебя порву. Тихо. Слышим. Ах ты, нифига, блин, все равно задевает. Вообще, мощная штука, мне нравится. Это надо использовать. Это надо почаще использовать обязательно. Ага, ага, да, 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 да. Именно так. Именно так. Блин, нет. Это не было задумано. Вот. Вот это другое дело. Слышь, а этот-то не умрет теперь? Что делать-то? Да. Пошел в жопу. В гробу я видел тебя, твои ворота и все твои эти аттракционы. Да, я-то заслуживаю. А ты-то подохнешь, падла. Уходи из цирка. Хрен там. Минутку-минутку. Подожди, а как мне теперь открыть? У меня же ничего нет. Я не могу открыть. Я не могу открыть рюкзак, потому что у меня нет рюкзака. Блин, я не пойму, чувак. А как мне теперь это? У меня же нету... Я не могу теперь зайти в этот... В рюкзак, потому что, как я понял, у меня, типа, рюкзака нет. И, соответственно, я не могу ничего сделать. Я не могу никак открыть, никак взаимодействовать со своими вещами. Я не могу выбрать мину просто тупо. Я не могу ее использовать. А без этого... Что за фигня? Написано карабкаться, нажимая, он куда-то проваливается. Интересно. Хреново. Весьма-весьма хреново, друзья. Как бы это ни было, кинь багом, и мне придется как-то... Я не знаю даже, как вы дальше проходите с этого места, если это будет баг. Неужели заново придется игру проходить? Это... Это последнее, что я хочу делать? Я вам отвечаю. Последнее, последнее. Пошел в жопу. Пошел в жопу отсюда. Все. Так. Пошел отсюда. Я с тобой не хочу знакомиться. Тем более, я сейчас за мужчину играю, поэтому тем более не хочу с тобой знакомиться. Мне это неинтересно, ты не в моем вкусе. Я предпочитаю женщин. Наш джентльмен. Я не могу скарабаться, никак. Я не могу применить мину. Ну что за нагиб? Что за несправедливость? Как мне убивать их, а? Мда. Очень и очень хреново. Больше ничего сказать не могу. Блин. У меня нету биты для крикета. То есть, я не знаю, как пройти, если у меня нету биты для крикета. Надо же. А ты молодца вообще. Я такой крылья не видал уже с... 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 Позавчера как-то, нет? Уже так давно. Слышь, да... Ну как, как? Блин. Ребятишки. Так же не честно. Так же не честно. У меня же должен быть это управление. Я все настроил. У меня инвентарь должен быть. А его нету, нифига. Блин, это жопа. Переназначить управление. Перезарядить движение. Смена оружия ближнего... Смена оружия. Хилл даун, хилл ап. Быстрого доступа. Сканер прицелится, стрельба. То есть... Спейс. Фигейс. И нагиб. О-о-о! Так все нормально, короче. Чего вы переживаете, ребятишки? Сейчас все будет очень даже хорошо. Сейчас, сейчас. О-о-о! Нормуль! Нормуль! Это мне нравится. Это хорошая мысль. Очень даже неплохая. Так. Я могу уже забраться, да? Нет, пока не могу. Я пока ничего не могу, судя по всему. Это хреново. Вот-вот-вот. Туда и ходите. А за мной не ходите. За мной тут один уже пошел, но он тоже мне, правда, не очень-то тут нужен, честно говоря. А куда дальше-то? Да ну, блин, опять началось. Ну, елки-палки, куда дальше карабкаться? Сука. Придурки, блин, дебильные. Идите нафиг от меня. Куда дальше-то карабкаться? Какого хрена мне сюда вообще можно пройти, если тут ничего нету? На! Ха-ха-ха-ха! Отлично! Придем! Короче, я понял. Надо всех уничтожать. Все, никаких побегов, ничего. Надо всех убить, и тогда я уже точно побежу. Это просто дебилизм. Пошел в жопу. Посмотрим, превзойдет ли он своего жалкого предшественника. Я тебе обещаю. Я когда до тебя доберусь, чувак... А я доберусь до тебя рано или поздно. Ты умрешь... Очень... Очень прямо такой... Очень хреновой смертью. Я... Я тебя самого скормлю этим чертовым зомбакам. Это будет самое лучшее, что можно придумать. Если есть такая возможность, я обязательно тебя скормлю именно им. Просто вскормлю тебя им. Чтоб ты... Понимал, что это такое. Вот так. Вот. Ничего-ничего, я справлюсь, ребятишки. Сейчас по-другому все будет. Я надеюсь, во всяком случае. Да-да-да, конечно, конечно. Вот и все. Последнего как-то вот по-другому никак нельзя. Придется так. Ничего страшного. Ага. Да, конечно. Блин, а как эту штуку теперь отсюда выпнуть? Вот так. Тихо. Вот. Конечно, заслуживаю. И патроны мне, и все вообще. Сейчас я выпину эту штуку сюда. Вот примерно в эту... А вот и они. Кто они? Давай ты не будешь пока их звать. Дай-ка я соберу действительно все. Будь человеком. Какой ты нахрен человек с другой стороны? Какой он нахрен человек, правильно? Он негодяй. Кто меня кидает этим? Меня кто-то кинул банкой. Ты сучка. Но я бы не ходил с кислой с миной. Пошел ты в баню. Ходил, не ходил. Мне решать, как мне сходить, с какой миной. И с какой миной ходить, если... Все так плохо. Как, да? Вот. А теперь мне мина получивает. Слышь ты, дела. А где мина-то? Мина же была у нас, правильно? Да, была мина. Да, была мина, точно была. А, вот мина, все, нормально. Правда, с миной некоторые проблемы. Точнее, с ее использованием. Это будет не очень легко, я чувствую. Ага. Да. Конечно, конечно. Да, да, да. Нанай, нананай, нананай, нанай. А я уже все понял. Тихо. Ой-ой-ой-ой, меня ж тут что-то самого не разорвало. Ну ты че, елки-палки. Медлительная сучка. Ты-то кто такой? Тоже констебль? Пошел в жопу. Не люблю я вас. Все, я разлюбил всех констеблей местных. Я вообще всех тут разлюбил. Я никого, никого больше не буду спасать. Я о своей жопе буду думать. Понял, да? Урод. Так. Я о своей жопе буду думать. О своей любимой, моей, моей хорошей жопе. Никаких девочек. Девочки? Да, хрен с ними, с девочками. Пусть пожирают. Нафиг вы нужны. Да, все-таки, все-таки этот, выживший был прав. Никого не жалко, никого, ни меня, ни тебя, ни его. Хорошая песня. Так и будем действовать. По-любому. Именно так и будем. А теперь настоящее веселье. Слышь, да? Живи кнопку веселья, а то мор не отдам. Толп вниз, Борис. Человек победил. И победитель получает суперприз. Быстро и бесполезненную смерть. Слышь, нагибают их вообще вещь, а красавцы зомби. Молодцы, красавчики. Получили, да, от своих же красавцев этих? Прикольно. Говорит живой. Так слышно, прием. Не знаю, как тебе удалось выжить, но ты, наверное, не против жить и дальше. Да, вообще не против. Тут за дверью гораздо ряд, но выход там, где был вход. И не смей мне тут помирать, ясно? Так, не надо. Вот так вот, получите все! Блин, какой я молодец, какой он. Прямо чуть не заплакал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Блин, вообще я рад. Блин, вообще я рад. Вот реально я рад. Я рад и я рад. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как-то созвучно даже. И то, и другое правда. Совершенная правда. Блин, ну я, конечно, тупил, будь здоров. Да, было такое. Но, ребятишки, вы же понимаете, ничего страшного. Так бывает. В общем-то, все вполне неплохо. Не страшно, не страшно. С кем не бывает. Как бы все мы немножко раки. И это, ничего с этим не сделаешь. Так, этот готов. И, и, и. И, похоже, да, друзья, похоже, нам надо двигаться куда-то вот в эту область. Но, но, помните, там какие-то были... Еще что-то здесь вот было интересное. Слышь, чувак, можешь помочь? Сканирование завершено. Что это такое? Мы можем это использовать? Во, да! Тихо. Ну, я очень хочу, знаете, что увидеть? Хочу увидеть своих обидчиков, так скажем. Очень хочу. Прямо вот, я хочу посмотреть в их честные глаза и нагнуть. Я только что видел там штурмовую винтовку. Надо бы это использовать. Так, патроны для автомата. Замечательно. Доски нафиг не нужны у меня. И так полно их. Дробовик 870. Охотничий арбалет. Так, гранаты нужны. Это нужно, блин. Так, давай-ка... Это это же, да? Как она называется? Л-86 или как она винтовка? Сейчас ее возьмем. Так, ребятишки. Первым делом, первым... Вот это по-любому. Дальше заходим сюда, смотрим, что у нас есть ненужного. Вот это, я думаю... Теперь я понял, насколько это нужная штука. Она очень полезная. Но, конечно же, в большинстве случаев, в общем-то, можно и без нее прекрасно обойтись. Другой вопрос, что... Что вот это хорошо. Вот это тоже будет весьма неплохо. Арбалет. Арбалет мы с собой брали? Это наш арбалет или не наш арбалет? Ну ладно. Этот вопрос мы потом решим. Что мы можем здесь взять полезного? Реально полезного для нас? Давайте подумаем. Для карабина. И знаете, я хочу взять еще одну гранату. Потому что гранаты здесь действительно очень и очень классные. Мы один раз, как вы помните, использовали их. Это же патроны для винтовки. Для какой винтовки? Снайперской винтовки? АК-47 СА вот это, да? Понятно. То есть здесь все ясно. Но. Но. Интересно. От чего отказываться? От пистолета я не хочу. Отказываться он у нас, по-моему, модифицированный, улучшенный. Там нагибной и так далее и тому подобное. Откажемся, может, от мины? Или не откажемся от мины? Блин, мне очень понравилось сочетание вот эта штука плюс мина. Вообще работает просто на отлично. Блин, нелегкий, так скажем, психологический выбор. Вот. Да выкинем нафиг. Нет. Нет. Не будем. Не хочу. Выкинем, короче, мину нафиг. И выкинем мы нафиг что-то еще. Вот что выбрасывать? Тут все реально нужное. Все офигительно нужное. Выбросим еще вот эту одну штуку. Залезем сюда. Да, собственно говоря, зачем тогда я выкидывал? Ну ладно. Эти сволочи, похоже, обобрали военного. Да, они обобрали военного. Ну и фиг бы с ним. Я опять играю за девчонку. Это немножко не такая фигуристая, как та была. И как афро-россианин, за которого мы играли. Его тоже, к сожалению, нагнули. Блин, классный пацан был такой. Прямо я его лично знал. Эй, ватсап, нигай. Кому он. Нормальный тибл. Давайте попробуем, как у нас винтовочка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть не нажал, блин. Меня чуть не пришило сразу. Так, все ясно. В общем, винтовочка как винтовочка. Не буду ее нафиг сейчас использовать. Она мне потом понадобится. На всякий случай я вот и так вот сделаю. И, ребятишки, надо бы сваливать. Мы уже что-то, сука, заиграли сегодня. Да, выйди по лестнице, которая вела сюда. Я согласен. Блин, где наши обидчики? Я хочу их просто наказать. Или увидеть то, что от них осталось. По-моему, их сожрали. Да, наверное, их сожрали все-таки. Они вырвали что-то. Она там закричала. Им хана туда-сюда. Короче, ладно, ребят. Не будем мы испытывать судьбу. Надо нафиг отсюда сваливать. Потому что все это говном попахивает. Сопор святого какого-то там и так далее. Все-таки выживший был прав. Это самая настоящая ловушка. Сюда мы, кстати, тогда так и не ходили. Может попробовать как-то пройти, а? Может ошибка моя была в том, что я пошел не тем путем? Может как-то по-другому можно было пройти? Кто знает, кто знает. Но в любом случае, это оказалось непросто. Да. Это еще один наш выживший. Помните, мы играли за него? По-моему, или нет? А может... А может это не он, и мы за него особо-то не играли? Я не помню. Что-то тут пару человек так случайно нагнулось быстро, чем произошло это. Так что ничего не поделаешь, жить жестоко. Да, непросто тут в некоторых моментах, конечно, выживать. Кто-то кричит. Подождите, кто-то кричит. Может тут настоящая девочка все-таки есть, какая-нибудь хорошая? Хотя нет, это же была подстава. Мы же помним, что никаких нормальных девочек тут... Слышите? Да, какая-то девчонка кричит. Я хочу пойти посмотреть на нее и добить ее нахрен. И вместе с тем мужиком, которого нагибали. Но так и не нагнули. Или нагнули все-таки. Наверное, зомби все-таки нагнули их. Они... Зомби, скорее всего, сожрали их. Нафиг, я очень этому рад. Такие сволочи просто. Ну реально сволочи. Ловят людей. Устраивают какое-то нафиг шоу. Мародеры. Извращенцы. Садисты. В общем, все, что я хотел, я сказал. Так. И тем не менее, нам надо двигаться дальше. Надо сваливать отсюда. Нафиг. Хреновое здесь место вообще абсолютно. Я не согласен с тем, чтобы дальше здесь оставаться. Надо сваливать. Это была моя ошибка, что я сюда пришел. Это реально была большая глупость. Но, как я понял по сюжету, это по-любому должно было случиться. Либо, может быть, я и не мог отказаться от этой затеи. Вот. И лучше бы, конечно, я отказался. Лучше бы я отказался. Лучше бы я этого не делал. Долго, к сожалению, пришлось их нагибать. Я думал, я бы, конечно, мог и, не знаю, там, с первого, со второго раза пойти. Как нагибать их? Я понял во второй раз, как это эффективно делать. Но я долго не мог понять, что, оказывается, сбежать-то никуда нельзя на самом деле. Сбежать нельзя. Надо все-таки убить всех зомби, чтобы в конце получилось... Победа. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я забыл совсем про эту мину. Блин, я ее почему-то не увидел. Интересно, как так? Да блин, ну жопа сплошная. тихо так это мина обычная но и можно использовать так все нормально нормально мы пройдем мы пройдем у нас должно получиться ребятишки должно получиться что-то сегодня очень много смертей было я думаю что вчерашние смерти этим и может ограничиться ну может быть где-нибудь еще помрем разок но я никогда не панул бы что мы будем столько помирать меня же бомбанула там прям не по-детски уже заматериться хотел но не стал зачем в общем-то я так нормально поругался без всяких матов и так все хорошо прошло да ну тут сучка такая прямо блин завлекла нас ну ладно неважно их сажали и как ни странно вот бывают такие случаи когда кого-то сожрут а ты рад не понял что ты о чем вообще дружище ты сказал что ты разочарован ты думал что мы партнеры и конец связи как это понимать еще только что ты говорил со мы абсолютно нормально и сказал еще подсказал что там винтовка они обобрали военного и так далее а теперь ты говоришь что типа каждый сам за себя как это понимать что случилось то можете кто-то дезинформацию какую-то предоставил я играл вообще-то на твоей стороне я пока что никаких действий нет ну ты немножко как бы не нравится что то есть тебе стрёмная но с другой стороны я ничего плохого для тебя так и не сделал до сих пор так что не надо мне тут ляля тополя не мы находимся куда идти кого наднуть что делать вообще а вот сюда да чё ты чушь то несешь дружище чё ты сразу зерепенился весь я думал мы вместе а кто сказал что не вместе вместе мы ты не помогаешь я выполняю блин между прочим твои задания твои обрати внимание выполняет твои задания некоторые из них во всяком случае они твои и я помогаю тебе всеми силами а ты помогаешь мне ты мне помогаешь я тебе все честно ну ладно мы разберем с этим чувачком на чуть побольше поговорим с ним может он как-то придет себя в конце концов я не знаю в общем мы к этом вопрос еще вернемся вот а пока что леди и джентльмены что я хочу сказать сегодня был очень тяжелый день нас нагнули несколько раз подряд но все-таки мы в итоге добро вас отжествовало поэтому если вам нравится самонагибаться в зомби вместе со мной то вступайте в нашу армию нагибайте всех и мы увидимся с вами